Вот еще несколько слов про ячмень. Иван Павлович Неумывакин отметил самое важное свойство этого злака. Именно те моменты, которые важны в тех или иных заболеваниях и способы решения их. Еще древние греки утверждали, что ячмень обеспечивает долголетие и хорошее зрение. Авиценна считал, что этот злак – прекрасное очищающее средство. Ячмень был известен народам Закавказья и Гималаев еще в доисторические времена. И уже тогда люди обнаружили его полезные свойства. В старину на Руси ячмень успешно конкурировал с овцом. Сейчас из ячменя вырабатывают два вида круп – перловую и ячневую. Кстати, перловая каша была любимым кушанием Петра Первого. А сам царь был, как известно, большого роста, да и немалой силой. По праздникам у царя подавали колево – кашу, в которую перед варкой добавляли немного распаренного мака. Современные диетологи советуют почаще есть ячневые каши и супы людям с избыточным весом. Перловая крупа особенно хороша для приготовления рассыпчатых каш, супов, в том числе слизистых. Кашу из нее надо варить, есть горячей, так как при остывании она хуже переваривается, да и вкус теряет. А ячневую кашу варят как рассыпчатую, так и жидкую. Блюда из этих круп рекомендуют при заболеваниях кишечника, сопровождающихся запорами. Отвар ячменевый и перловый круп обладает смягчающим, обволакивающим, отхаркивающим, спазмолитическим, противовоспалительным и общий укрепляющим свойствами. В качестве лечебного средства отвар зерен ячменя применяют при желудочно-кишечных заболеваниях и поносах. Полезен он при диабете, ослаблении зрения, заболевании почек, печени, желчного пузыря, мочевыводящих путей и геморрои. Облегчает боли при артрите и ревматизме. Ячмень и крупы из него широко применяют в народной медицине. Столовую ложку ячменя, ячневой крупы залейте стаканом воды. Настаивайте в течение 4-5 часов. Прогипятить 10 минут, процедить. Принимать по 2-3 столовые ложки 4-5 раз в день до еды. Во время лечения откажитесь от употребления яичного белка. При геморрои рекомендуется применение ячменя солода. Для его приготовления семена ячменя следует прорастить, поместив в теплую влажную среду. Когда они прорастут, их нужно высушить. Затем 2 столовые ложки измельченного сырья заливают 1 литром кипятка. Настаивают 4 часа. Пьют по полстакана 4-6 раз в день, добавляя немного сахара по вкусу. Ячменный солод также полезен при воспалении мочевого пузыря и пиеленифрите. Для смягчения кашля пьют отвар ячневой или перловой крупы. Заливают 20 грамм одним стаканом горячей воды. Настаивают 4-5 часов, кипятят 15 минут, затем охлаждают и процеживают. Принимают по 1 столовой ложке перед едой. Для лечения диатеза подойдет ячменевая ванна. 500 грамм зерен ячменя и 30 грамм коры дуба измельчите в кофемолке. Залейте 10 литрами воды. Кипятите на медленном огне в течение 30 минут. Настаивайте в течение часа, процедите и вылейте в ванну. Продолжение следует...